hello доброе утро друзья мы тут с этим комбиод и время поменяли у нас и в общем встала я ни свет ни заря туда-сюда ходили ходили смотрите там море мы сейчас выйдем к нему и вчера ночью вчера в 11 наверное позвонил племянница сказала что у них там ну куда мы на дачу там ходим света что ли нет еще что-то и муж говорит я тогда утром тебе заеду грунт значит меня отвези в салаврине я сейчас это салаврине город где я работаю друзья это тоже самое только нижняя часть вот а работаю я на горе как вы знаете я говорю прогуляюсь чарли по новой местности здесь тоже никого нет людей и потом выйду на море на пляж похожу и ты пока там это все будешь делать я прогуляюсь скажем так а то вы знаете одно и тоже местность она мне надоедает и это очень скучно а тут вот так вот можно прогуляться там вот за домами первая линия пляжа здесь уже вот по пляжу не хочу идти там наверное народу много надо маску надевать а тут хорошо вот так а и но аки может ему там тоже интересно будет тут то чё ни травки ничего не понюхать может туда пойду с ним талибану параки раз хочешь от бегает радостный вот такие вот у нас планы на утро на улице хорошо 19 градусов уже ну так ветерок прохладненький вот сейчас дует и что-то как-то прохладненький ветерок тут по кустам по кустам тебе больше нравится да на 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 время у нас 10 часов по новому времени 10 часов я вчера до часа смотрела в ютубе специально себя мутыжила мучила ну как мучила нет по барабану я спать не люблю поэтому могу без сна находиться много времени но режим в двенадцать всегда засыпал ложусь кровать засыпать чтобы его до часа я просто как говорится лазила в телефоне но все равно сегодня стало в семь короче стало восемь по новому семь по старому как там все наоборот ты вот постройки заброшенные что-то строили строили и передумали ладно пошла я включаю первую с пятую скорость да здесь им более нравится потому что здесь разные кустики а там то ни кустиков ничего нету правильно да тебе там больше нравится смотрите снега у нас вот там еще не растаяли а я работаю вот там смотрите вот там видите это тоже часть салавриньи и на самом верху я работаю ой полиция идет а я без маски друзья так на меня посмотрели но вокруг меня никого и она официально висит вот тут во блин дожили ой раньше опасных собаки без намордника ходили штрафа штрафы писали а сейчас сами ходим и штрафа боимся видите полиция даже здесь ездит не ну так полиция не будет видит что чужие не дураки люди тоже что никого нету кого я тут заражу то кроме себя самой то есть не докапываются да чтобы лишь бы оштрафовать поэтому все путем в этом какая-то дорожка смотрите интересно сама тут первый раз гуляю обычно всегда на пляж рвемся по пляжу хотим гулять что там такое интересное но для велосипедов все для спортивных кстати по телевизору вчера показывали что продажи велосипедов очень сильно увеличилась и что все хотят велосипедов даже очередь в магазинах за велосипедами в том плане что в магазине без велосипедов нет и вот их записывают на очередь чтобы когда придут велосипеды продать представляете все занялись спортом ну чтобы раньше по барам шастали там по дискотекам разным а сейчас вот спортом занялись так ладно друзья чего я болтаю вот там я работаю где белые белые все постройки а я наконец-то дошла говорю чтоб тут у них стырить а у них можно конечно старить мандарины вот эти вот несмотря на то что они такие но они уже спела сейчас я парочку троечку возьму смотрите сколько апельсин сломается скоро все оливки следы на мандаринчик все стыбе аж они поломались вместе с апельсинами ой с этими с лимонами зачем там они базарят мне вот пакетик есть чарлин сейчас сюда нарву немножко мандаринок помните я тут была в бассейне не все купались кстати они его еще не убрали нас сегодня приглашали а вот гай гуая во помните вонючие вот она как растет гуая во уже все переспелы никто ее не ест вонючит в общем они сегодня будут тут этот готовить у меня зовут бой аки мали все фу воняет как она это гуая что-то не тут убираются на в общем на паэлью звали но мне я не хочу не охота так будем сейчас готовить лапшу удон я уже замариновала курица здесь в соусе терияки и овощи кабачок баклажан пол баклажана 2 буду завтра запекать лук морковка чеснок и вот это вот вот это вот так сейчас я пока все нарежу я вот так люблю знаете что все нарезать а потом уже обжаривать или что там делать чтобы никуда не бежать наконец-то я буду сейчас использовать свою сковородку мог я еще не разу ее не использовала так сейчас сразу буду обжаривать курицу прям соусом туда забабаху сейчас немного погреется нагреется теперь добавляем чеснок обжариваем чесночок курицу мы отложили обжариваем чесночок немного и добавляем лук и морковь на сильном огне все делаю и поставила воду для лапши в общем обжариваю немножко минуты две-три и буду добавлять к перчик баклажанчик пошел и в последнюю очередь это кабачок потому что он быстро готовится пошел уже залпа и вот конце почти добавляю уже кабачки они быстро готовятся вот так начинаем тоже обжаривать ой лапша чуть убежала 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 лапша не убегай постой не убегай я все прощу теперь надо убрать огонь лапша все время хочет убежать но у нее такой огонь что она никуда не убежит так теперь мы уже можем добавить нашу курицу чтобы все это потушить вместе как это бахнет тут уже можно есть это уже вкусно слушайте хорошая сковородка вов мне нравится теперь добавлю соус отличный соус соевый соус поэтому не солю что ты как-то не дождешься у меня еще приправа есть такая китайская немножко но на острый год поэтому не буду борщить так немножко перемешаем и пускай это все тушится добавляем сюда лапшу нашу все перемешиваем минутка и все готово друзья ну сколько заняло минут минут 5 максимум 10 лапшу не довариваю где-то минуту чтобы она вот с соусом здесь потушилась и был шикардос ой слушайте сковородка шикарная для нас двоих прям просто супер все готово я в конце люблю добавлять чеснок когда уже выключу добавляю чеснок блин очень вкусно советую всем всем приятного аппетита иду за иду за в общем мы забыли в машине бангарин и апельсины которые я набрала там в этом ну на даче пакетик пакетик потерял вдруг чарли что сделает машина недалеко стоит заодно чарли прогуляется я по воскресеньям не хожу и гулять только утром вот и хватит воскресенье для отдыха вы знаете время всего около пяти или нет или уже больше сейчас посмотрю а около шести зато тень смотрите как темно видите конечно было уже семь блин машина подъехала включение потому что ключи от дома ключи от машины ну на улице тепло хорошо не холодно ветер только поднялся так машина должна быть там где-то и что-то знаете просто мандаринчика захотелось вот поэтому решила прогуляться прям в пижаме ну в домашнем костюме скажем так а где машина сказала на углу на каком углу очень странно что-то я не вижу и к телефону я не взяла он на зарядке на каком-то углу на каком углу буду сейчас углы обходить все и где-то там заказ а вот она все пришла в парковочных мест много у нас сегодня знаете я кстати сегодня хлеб кое-какой испекла буду его пробовать без дрожжей без всего если вкусный то я вам потом рецепт сниму сейчас тапки нам надену 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 а то у меня летняя привычка осталась знаете какая тапки не надевать а уже прохладно в общем чего хотят сказать сегодняшнего дня у нас господи чрезвычайное положение ввели во всей Испании аж до 9 мая что ли там хотят но это не как вот у нас была весной это такое чрезвычайное положение еще не надевается не пойму будет та же дырка не надевается твою мать вот такое слабенькое ну не то что слабенькое в общем у нас к чему стремится чтобы ночью свести комендарский час вот чтобы ночью не шандарахались люди и не заражали друг друга а комендантский час не могут ввести ну по по всяким там судебным и всяким там вот этим вот восстановлениям не могут ввести без чрезвычайного положения и в общем у нас вот ввели в чрезвычайное положение но каждая провинция каждый город вот каждая мэрия может как бы ужесточить свои полномочия например там вот в гранаде у нас на две недели гранада закрывается на карантин то есть они там могут копошиться между собой но не могут выезжать и к ним туда тоже нельзя попасть ну если только вам какие-то там у вас бумажки есть на руках что вы там либо к врачу либо еще куда-то да вот вот также например вот у нас например в нашем городе завтра обнаружится не дай бог много зараженных то наш обновлен может сказать все друзья закрываемся на карантин в основном он начинается с двух недель а потом вот по мере того что уменьшается увеличивается там вот карантин будет либо уменьшаться либо увеличится у нас пока ситуация не такая плохая в общем для меня ничего не меняется я как жила так и буду жить то есть только вот в гранаду не могу поехать ну мне в принципе туда и не надо вот так что еще хотел сказать в общем да у нас ну я же гляжу по всему миру такое все происходит это не только в Испании труба везде наступает потихонечку этот вирус дурацкий когда он уже все это когда уже прививку создадут так что друзья вот так ночами не не для молодежи смотрите какие у меня эти апельсины ой мандарин все собрала лимоны как апельсины или мандарины это вот племянница нам собрала так что вот так для меня конечно ничего не меняется молодежь только может не шандарахаться а все равно все встречаются но только вот штрафы будут огромные им впендюривать ну так и надо сидите дома господи подождать нельзя что ли месяцок другой там третий без всяких этих праздников все стремится знаете к тому чтобы спасти рождественскую рождественские праздники чтобы хотят чтобы каждый к рождеству упала вот это вот зараженность чтобы хоть как-то люди могли люди и коммерция могла как-то себя хоть поднять как говорится с колен вот ради этого делаются вот такие уже сплоченные меры потому что лето как говорится просрали вот то хотя бы один апельсин даже сорвала то хотя бы чтобы на рождество можно было ну я конечно не уверена что на рождество что-то что-то можно будет делать и улучшится как-то ситуация ну поживем увидим хочу попробовать один мандарин вот смотрите несмотря на то что он кажется зеленым но он спелый должен быть поэтому и пошла за мандаринами так что вот такая вот господи вот ведь время то какое живем а не думали не гадали динозавры кто-то с динозаврами жил а мы вот в пандемию живем представляете как вчера я прочитала типа про китайцев почему там нету этого вируса типа они вот распознали где очаг и сразу туда все силы направили и чтобы его быстренько за это загасить тогда какого хрена они не загасили этот очаг в самом начале почему они разрешили распространиться по всему миру а потом только они начали вот уже принимать такие меры вообще сразу нельзя было этот очаг затушить я помню еще знаете то время когда я смотрела по телевизору ой что в Китае это происходит обалдеть и знаете душа была спокойна потому что мы до другой точки земли мы так далеко от Китая что нам ни хрена ничего не будет угу не будет ну ничего знаете я думаю что через лет пять четыре года все мы это забудем и будем вспоминать смеясь потому что такое существо ко всему привыкает ко всему приспосабливается и быстро забывает видите мандаринка какая была зеленая смотрите какая но он может быть кислый настоящий как это под елкой когда были кисло-сладкие что ты там делаешь мадам выключай свою шарманку я вещаю с людьми разговариваю ладно буду мандаринку есть время уже как будто блин спать а еще солнце светит вообще пойду еще валяться на диване а чем еще заниматься я уже совсем другая я уже совсем не та в общем я уже в душ сходила наложила себе масочку ее кстати смывать уже скоро надо у меня тут чай осталось маленечко совсем немножечко который я заваривала с ягодами сейчас я заварю себе имбирный с лимоном на ночь ну как на ночь стараюсь пить чай до 9 потому что потом знаете если пьют после 9 во-первых в туалет ночью неохота вставать во-вторых опухаю вот обязательно атрибут этого чая лимон и мята кстати мята у меня там чахнет а что я эту положила у меня стерии нету закончилась надо завтра купить и не забыть мята чахнет в общем надо ее какие-то там жучки паучки едят а что это будет включайся мята постоянно у меня так смяты какие-то там жучки вот растет растет а потом какие-то жучки появляются и вот едят ее что за фигня не понимаю и приходится пересаживать ну вот такой у меня будет чай и ложка такая маленькая меда нашего тамбовского тамбовский мед вот тебе начальник вот и все и на этом наш сегодняшний день закончен завтра кое-какие есть планы должно быть интересно ну опять поход по магазинам вот так что друзья все подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии веселые грустные какие хотите как у вас дела что у вас нового вот тоже очень интересно общение и будем завтра встретим встретимся с вами завтра всем пока-пока слушайте у меня тут и карри есть знаете что хочу еще куркуму она вкусная вот куркума я видела в кофе добавляют надо вот попробовать у меня тут имбирь есть ну надо же я даже не знаю тут и все имбиря имбиря больше нет его кто-то съел а может тут и кури карри тоже нету не вижу тоже выброшу в общем вот так вот так надо записать карри купить и имбирь пока-пока так